Наши життё видовошно-кляновые, со зменой падей, по дитяшему новой. Подобно листу тем, жилю в вышине, а зараз повинны крануться земли. И слово здесь, как музыка, звучало. В один из цараз традиционный фестиваль «Лунинская осень» встречал гостеприимный Полесский край и Лунинская средняя школа. Из года в год литературный форум посещают поэты и прозаики региона. Кто-то приезжает на фестиваль ежегодно, каждый раз удивляя новыми текстами и формами. Кто-то пробует свои силы впервые, покоряя искушенную публику как уже знакомыми стилями и приемами, так и элементами новаторства. И несмотря на то, что в республике проводится огромное количество конкурсов и форумов, «Лунинская осень» для Беларуси – фестиваль особенный, уже давно ставший визитной карточкой региона. Фестивали разного масштаба у нас проходят по всей Беларуси. Вот я говорю, что это один из самых лепших вашего фестиваля. Это необходимо, чтобы люди не дрывались от нашей культуры, от нашей национальной духовности. Главная цель проведения подобных мероприятий – возможность еще ближе познакомить авторов с самобытной белорусской культурой, ее особенностями и традициями. Каждый раз организаторы стараются привнести в фестиваль новую яркую нотку. «Лунинская осень-2014» радовала не только литературными чтениями. Гости праздника прошлись по фотоаллее «Лунинской осени», окунулись в музыкальный мир народной песни и танца, посетили национальный домик, где каждый желающий смог попробовать блюдо исконно белорусской кухни. Особенно такие мероприятия полезны для молодых авторов. Вдохновившись белорусской культурой и словом, они напишут еще не одно произведение о родной Беларуси. Некоторые уже сейчас посвящают свои мысли и чувства синекой. Мне это нравится с самых начальных классов, это интересно очень. У меня выбрала учительница, я написала это сочинение, поэтому сегодня я здесь, мне это очень нравится. Я пишу недавно, посещаю в лицее кружок литературы, пытаюсь писать. Так написал Водор Замежин. Одним из наиболее ожидаемых мероприятий фестиваля традиционно является определение лучшего автора года в своей номинации и вручение почетной премии имени Владимира Колесника, награду, учреденной Брестским областным исполнительным комитетом. Это признание является еще одним примером того, что вопросы развития литературы сегодня актуальны, и их важность оценивается на самом высоком уровне. Литературную премию Владимира Колесника мы разглядываем, и как один из прикладов сприяльной державной политики в галине подкримки и развития родной мовы и литературы, и как шлях до выхода белорусских авторов на устроен мировой ведомость. Кожное гонорование наилевших – это не только повага до життя и творчей працы сучастных маестров слова, а и светлый успомин об нашем соочиннику и земляку, який, так бы можно сказать, створил всю внешнюю литературную громаду в области и стал узором для тех, кто и теперь старается протягивать закладенные им традиции. В этом году определить победителей жюри было довольно трудно. В огромном разнообразии представленных работ было большое количество интересных профессионально написанных произведений. Однако состязание есть состязание. Звание поэта года было достоин Анатолий Шушко, а лучшим прозаиком был признан Анатолий Бритун. Оба автора не только популяризируют белорусское слово, но и обогащают писательскую мысль, делая отечественную литературу не только доступной, но и интересной. Я писал про свою родную местину, которая связана со мной, с моим родом. Я писал про людей, жахаров в этой Белорусской пушке, их пригоды, и я также писал про своих родных, про своих родников, про своих кревных. Тут у меня есть речь сто шан для сто шан. Разумеете, конечно, это пема такая, что в основном тут творы собранные, присвеченные вёстцы, присвеченные родиме, патриотичная лирика, есть вольные верши. Тут ещё собрано за такой долговатый период, можно сказать, за 40 годов, потому что была первая книжка в итоге причастия. И она и тут уключена. Любовь до родимы тут в основном.